Всем привет, друзья! Вы на канале Джонас Киев. Меня зовут Андрей. Сегодня очередное прибытие автомобиля из Кореи. Приехала Sonata. Самый заказываемый автомобиль. Hyundai Sonata YF. 14 модельный, 13 по шильдику. И сейчас покажу вам все подробно в этом обзоре. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на инстаграм, отмечайте колокольчик. Поехали! Продолжение следует... Ну что ж, друзья, приехал вот такой вот автомобиль YF Sonata. 14 модельный, 13 по шильдику. Классика в серебре. Сейчас вот все расскажу, покажу. Давайте сразу смотреть по кузову. По кузову, друзья, вообще косяков никаких не вижу. Абсолютно. Вот, можем сейчас по кругу пройдемся. Вот, крыша. Крыша тоже у нас без дырок. Машина на заводской тонировочке такой. То есть все корейцы, они приходят с тонировкой. Зеркало у нас с повторителями поворотников. Литье. В этот раз 15-е диски. Вот. Но, опять-таки, это базовая комплектация. Но тут плюс в том, что вот реально по кузову вообще нету. То есть обычно какие-то минимальные там царапины, что-то где-то. Но тут, блин, все в идеале. Вот. Сзади у нас парктроники. Тут у нас обычная оптика задняя. LPI шильдик. Машина на газу. 2 литра газ. Вот. Можете с этой стороны видеть. Ну, вообще, я же говорю, вот нету ни вмятий, вообще ничего. Все в идеале. Линзованная оптика, как обычно. Тут у нас противотуманочки. Ну, в общем, вот такой вот автомобиль. Резина. Резина хороший, протектор еще поездит. Дай бог. Еще, наверное, не знаю, сезона 3 можно отгонять. Ну, на зиму всем рекомендую ставить все-таки зимнюю, по нашей традиции. Хотя, с такими вот зимами, как сейчас, можно ездить дальше на этой резине. Ничего косяков не будет. Есть, кстати, плавничок. Тоже не знаю, о чем это говорит, но он есть. Его показывают. Вот такой вот тюнинг. Корейцы любят. Вот эти серебристые ветровички. И переходим плавненько в салон. Это у нас будет такой, наверное, быстрый обзорчик. Тут полный электропакет. Вот состояние дверных карт можете видеть. То есть машина, в принципе, не зачухана. Что по кузову, что внутри. Четыре стеклача. Электрозеркало. Автоматическое складывание. Вот так вот это все выглядит. Кожаный салон, по традиции. Вот тут вот немножко есть, немножко вот, чуть-чуть, да, такие царапки. Вот только в одном месте я увидел. Все. В остальном состояние кожи можете видеть. Уже темновато. Но я думаю, видно. Вот. Дальше. Тут у нас мультируль. Сейчас заведем машинку. Покажу, как работает. Ждем, пока погаснет лампочка LPI. Чик. Все. Запустилась с полтычка, как говорится. На одометре у нас 138 тысяч 923 километра. Не знаю, друзья, оригинал, не оригинал. Можете написать свое мнение. Состояние руля, в принципе, нормальное. То есть, ну, не сильно он так затерт. Все кнопочки, все видно. Вот коробка. Коробка переключает в идеале. Никаких пинков, рывков. Ничего нет. В Tiptronic можно переходить спокойно. Все. Вот я проехался. Все четенько. Так, тут у нас по традиции два подстаканника. AUX USB. Блутуса нету. Два ключа. Вот таких обычных. И, в принципе, все. Тут подощечник, как обычно. Кожаный подлокотник. Сейчас покажу. Вот он на два кармана. Это, кстати, тоже прикольно. Вот есть один отсек. Есть второй отсек. Все. Вот так вот. И тут, кстати, еще один. Вот. Тоже есть такой карманчик. Тоже он прикольный. То есть, в Санате очень удобно. Вот в плане вот этих всяких ниш. Здесь очень много. Так. Тут смотрим. Смотрите. Состояние дверной карты. Она как новая. Реально. Ничего не поцарапано. Зимние коврии уже приехали. Супер. Вот. Это чехол на сидушках. Тоже корейцы такое любят. Можно снять. Я думаю, там сидушка будет в идеале. Вот. Видите. Тоже по спинке. Тут задние обдувы. Вот. Вид отсюда. как это все выглядит. Вот. Сейчас с той стороны покажу. Сейчас откроем багажник. Багажник заправочный. Клапан поменен. Все. Вот такой вот багажник. Опять-таки, кому хватает, кому не хватает. Не знаю, мне хватало на сонате с головой. Тут полный комплект домкрат, крюк, ключ-баллоник, отвертка. Вот баллон. 20 литров. Еще есть. Ну, там немножко я подзаправил. И запаска, друзья. Вот. Тут ничего не резано, не варено. Вот, смотрите, заводские герметики. Сейчас откроем еще под капотом. Тоже покажу. Чуть-чуть тут сейчас подправим. Опа. Все. Сзади парктроники. Шильдик LPI, который говорит о том, что это газовый автомобиль. Вот. Резину диски показал. 15-е диски. Хороший протектор. Вот. С этой стороны, опять-таки, состояние дверной карты. Ну, то есть, машина реально, она в базе, да, она как бы, ну, не блещет там комплектацией, но состояние ухоженное. Поэтому это тоже плюс, как говорится. В общем, вот так вот. Тонировочка, все как положено. Опять-таки, с этой стороны. Ну, реально, оно как новое, да, как будто, блин, никто не пользовался. Вот сидушка, видите, тоже, она тоже как новая. Не знаю, сколько тут пробега оригинала, но состояние, хорошее состояние. Ковры, вот, тут документы все, то есть, все, полностью готовый пакет документов. Клиенту просто поехать, поставить машину на учет. Все, тут показал, подлокотник все показал. Два ключа. Сейчас смотрим под капотку. Вот, работа мотора. Тихонечко работает. Тут у нас тоже все четко, ничего не резано, не варено. Жидкостя все есть, масло есть. Аккумулятор нормальный, еще зелененьким светит. Хороший заряд. Все, тут все то же самое, все четко. Ну, в общем, друзья, это Корея. Тут как бы все просто, надежно и экономно, как говорится. Кроме комфорта. Комфорт тут не экономный, комфорт конкретный, такой как надо. Так что, такие вот дела. Моторчик свеженький. Все как положено. Поэтому, кто там пишет, блин, какие-то гадости. Это все хейтеры, не слушайте их. Так что, такие дела, друзья. В общем, вот такой вот автомобиль. Ставьте лайки, кому понравилось видео. Под ключ, кстати, если вдруг не сказал. Еще раз напомню. 8600 под ключ. Получился вот этот автомобиль клиенту в Киеве. Уже полностью все под ключ. Ну, вот такие вот дела. Да, ценник периодически может меняться. То есть, опять-таки, я не говорю, что именно вот это только мы можем купить в этот бюджет. То есть, я вам показываю просто как пример то, что приехало. То есть, возможно, кому-то там принципиально, чтобы были, допустим, какие-то подогревы сидений. Или, чтобы был там монитор, допустим, с камерой заднего вида. Не вопрос. Будем искать как бы то, что вы пожелаете. Или там то же самое. Кому-то не нравится серебро, он хочет белый цвет, либо черный. Друзья, будем искать. То есть, ценник на YF, он в принципе не растет уже. Потому что, ну, смысла нет. То есть, они наоборот должны только дешеветь. Доставка, да. То есть, сейчас вот будут там автомобили, которые, может, где-то приходили немножко дороже, чем этого хотелось бы в связи с тем, что все пошло на пик. То есть, пошла на пик доставка, растаможка. Много там поднятия цен, услуг разных всяких. Ну, не моих, других, как бы, кто в этой цепочке тоже принимает участие. Но, друзья, я уже как бы нашел, да, там другие варианты, обходные, чтобы это все можно было делать дешевле. Потому что я тоже заинтересован в том, чтобы вам эти автомобили получались выгодно. Я свое заработаю, мне, слава богу, хватает. Вот, поэтому делаю максимум для того, чтобы ценник, где можно, тоже уменьшать, как бы. Поэтому звоните, обращайтесь. Будем находить какие-то компромиссные решения. В любом случае, привезем вам хороший автомобиль. Дешевле, чем вы его купите тут. И самое главное, в лучшем состоянии. Потому что машина, которая ежена по Украине, и машина, которая не ежена по Украине, это абсолютно два разных состояния. Тут приходит все в оригинальных запчастях, все в идеале. Очень много даже бывает не тронуто абсолютно. То есть вы просто погуглите, кто не в курсе, что такое Южная Корея. Это страна, которая, там, не знаю, на 300 лет впереди от Украины. Там все передовое, и дороги, и качество топлива, и обслуживание, уровень жизни, и все остальное. Поэтому состояние автомобиля оттуда приходит намного лучше, чем если вы купите машину, которая уже тут покаталась. Вот. И в целом, по ассортименту, то есть есть не только Sonata, есть разные автомобили, есть K5. Я все стараюсь, как бы, показывать. То, что люди покупают в основном. Но, опять-таки, кого что интересует, пишите, звоните. Я всегда на связи, будние дни стараюсь быть, там, с 9 до 6 на телефоне. Если трубку не беру, пишите сообщение. Также подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм и Фейсбук. Все ссылки будут в описании. Спасибо всем за просмотр. Спасибо за доверие. Спасибо за то, что заказываете машины, за то, что обращаетесь. Я работаю для вас. На связи. Увидимся. Счастливо. Пока, друзья. Счастливо. Фейсбук. Фейсбук. Счастливо. Фейсбук. Продолжение следует...